Сказка-ложь давний намек добрым молодцам урок. С недавнего времени в обиход вошло понятие сказкотерапия. И от Чебоксарых прошел первый сказкотерапевтический фестиваль Ее Величества Сказка. Все педагоги-психологи нашего города собрались в Центре Развития, чтобы на себе проверить и изучить новые методы сказкотерапии. Сказка по сути является собранием правил, знаний и жизненного опыта многих поколений. Более того, сказки обладают терапевтическим эффектом. Чаще всего сказкотерапия используется в работе психолога с детьми. Главное ее преимущество в том, что она помогает разрешить сложные ситуации на примере поведения сказочных героев. Планируем, что это только самое начало, первый фестиваль городской. Надеемся, что будет у нас выльется он в республиканский сказкотерапевтический фестиваль. И я думаю, что может быть с приглашением ведущих сказкотерапевтов России, известных сказочников, то есть намного шире и глобальнее будет у нас фестиваль. На обучающих мастер-классах педагоги рисовали, изучали и пропускали через себя все четыре стихии. В сказках, если помните, огонь, вода, воздух и земля – основные персонажи. Самой яркой была танцевально-двигательная терапия. Танец – это тоже сказка. Сказка, в которой говорит каждое слово. И изюминка, наверное, в том, что мы все проживали через танец. Мы танцевали свои эмоции, свои переживания, свои какие-то мысли, страхи. Ксения Кравчук, Андрей Шоклев, Республика. Продолжение следует...